В марте в Новгородской области прошел третий региональный женский форум. Из-за пандемии его пришлось поделить на три этапа. В итоге участницами мероприятий в Пестове, Боровичах и Новгороде стали более 600 жительниц региона. Теперь они готовятся уже к четвертому форуму. Первую встречу активистки провели на базе Дворца детского и юношеского творчества имени Лени Голикова. Первую встречу женщины-лидеры решили посвятить дополнительному образованию. А во Дворце детского творчества как раз стартовал набор на будущий учебный год. В арсенале преподавателей больше 60 образовательных программ, причем абсолютное большинство бесплатны для детей. А гостям Дворца сразу предоставили возможность примерить на себя роли учениц. Мастер-класс по вокалотерапии провели юные подруги из ансамбля «Волховяночка». Со всеми заданиями представительницы городского женского движения справились успешно. Проявили себя и в актерском мастерстве, и в живописи, и даже сконструировали колесо. Обсудили и проблемные вопросы. В первую очередь кадровый. Спикер регионального парламента Елена Писарева предложила в ближайшее время провести переговоры с ректором университета Юрием Боровиковым. Что же касается подготовки к четвертому женскому форуму, план намечен. В течение года активистки будут встречаться регулярно, а в марте подведут итоги совместной работы. Может быть форумы отдельных общественных организаций, форумы приемных семей, многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вот понимаете, может быть какие-то масштабные проблемные круглые столы провести. Может быть рассмотреть федеральное законодательство и придумать, что мы можем с вами изменить в этом аспекте. Посмотреть наше региональное законодательство. В плане у активисток еще как минимум одна поездка. Летом они собираются вместе съездить в Подорский район, в Велебелку, чтобы посетить музейный комплекс «Партизанский край» и обсудить тему патриотического воспитания молодежи.